Страшно сейчас вспомнить, я ходил в балетную студию Сочинского дома пионеров. Это было в первом классе, но это просто невозможно себе представить. И вот я в знак протеста начал рисовать. С такой автобиографической справки началась встреча Константина Затулина с членами Союза художников и дизайнеров. С некоторыми представителями творческой интеллигенции он знаком уже не один десяток лет, поэтому у них мнение Константине Затулине как о человеке, сочинце и гражданине сформировалось давно. Мы находимся в дружеских взаимоотношениях. Это человек, который добился определенного результата на федеральном уровне. И человек, сочинец, который прекрасно знает Сочи, он был знаком с половиной зала. После выражения своего взгляда на политическую и экономическую ситуацию в стране и мире, член общественной палаты перешел к главной теме встречи – обсуждению архитектурного облика родного курорта. По словам Константина Затулина, некоторые постройки город совсем не красят. Вот посмотрите на Титани, который выкарает. Посмотрите там еще на какие-то дома, которые таким же образом влезли неизвестно куда. Посмотрите на эту гостиницу, которая перекрывает вид на зимний театр. Не важно, чем. Важно, что построено где-то на задах прокуратуры, и в результате перекрывает вид на зимний театр, который ни в коем случае нельзя было перекрывать и так далее. С другой стороны, есть какие-то вещи, которые мне, конечно, нравятся. А вот у вас какое впечатление? Эксперты в области архитектуры и дизайна предложили свои идеи художественного перевоплощения города, к примеру, сделать его более ярким и увеличить количество скульптур в городе. На встрече обсудили проблемы не только городской среды, но и самих художников. Эксперты пожаловались, город не использует в полной мере их потенциал. А ведь они готовы предложить свои проекты дизайна городской среды. Он как настоящий сочинец, как патриот нашего города и патриот России. Он, конечно же, в своих идеях, в своих предложениях созвучен тому, что мы хотели бы увидеть в Сочи. Такие встречи, по словам художников, необходимы, так как вопросы искусства в Сочи определенно есть. Их надо решать и доводить до руководителей всех уровней власти. К тому же, таким образом, у избирателей появляется возможность определиться в своих предпочтениях на предстоящих выборах. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.